Всем привет, с вами Вячеслав Каймин, и сегодня смотрим партию третьей доски, матча между Россией и Польшей в командном чемпионате Европы на Панданет. И белыми есть играет Антон Черных, все его прекрасно знают, черными Коичиру Хабу. И партия получилась довольно интересной, как мне кажется, сейчас ее вместе разберем. Начало обыкновенное, вторжение в Сан-Сан, которое ни у кого уже удивление не вызывает. И обычный вариант, белые в этой позиции играют Туноки. Нормально. Что же в этой позиции делать черным? Ну, конечно, можно делать все что угодно, но черный думает в первую очередь над тем, как не позволить белым превратить в левую сторону в свою территорию. И поэтому начинают с какой-то нейтрализации. Можно в целом сразу играть где-то на левой стороне. Мне кажется, обычно такой примерно ход играется против белой стенки. Ну, примерно. Я особо не разбираюсь, но как-то так. Но они в партии начали с этого Сан-Обмена, а потом ход здесь. Я... Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, зачем нужен этот обмен. Д4-С4. Но вроде разобрался. Дело в том, что на этот ход, Д4, есть два ответа у белых. Помимо хода, собственно, С4, есть ход снаружи. Есть другие варианты. В частности, сюда. И... Сейчас, надеюсь, здесь не ошибиться. Такой вариант. Довольно сложно. Не буду избирать его подробно, потому что это займет много времени. Обмен, наверное, стоит сделать вначале, чтобы создать слабость. И потом как-то добить. Ходом Е2, либо ходом С2. Точно не помню. После хода С2 остается Атари. Но зато после хода Е2... Ну, да, Атари защищаем. Но остаются какие-то слабости здесь. Вот это просто Йоса получается. Санта. Стоп. Ну да. Санта. Какая-то такая дусека. И в этой позиции черные получают стенку в направлении... Вот на верхнюю часть доски. И, видимо, черные, делая этот обмен, хотели убедиться в том, что белые не пойдут на этот вариант. И потом уже играть здесь. Я точно не знаю, зачем это нужно было. Но... Смысл такой. Ну, а потом уже в будущем, в любой момент, можно вернуться к тому, чтобы здесь доиграть. Ходом Е3. Потому что, понятное дело, белые сами здесь играть не будут. Какой-нибудь такой ход. Либо не знаю, что еще. Просто создается переконцентрация. Поэтому... Ну, стоит обмен и стоит. Как бы особо не мешает. Против стенки есть такой санта-обмен. Ну, и лично мне за белых такая стенка не нравится. Такую стенку получать. Но Антон играет. И нормально. В целом, получается просто какая-то абстрактная борьба. Непонятно, что именно. В партии черные прилипли здесь. Вместо какого-то именно хода здесь. Либо ответ на четвертую линию, либо на третью. Мне кажется, выбор должен быть между какой-то такой комбинацией и чем-то таким. Не знаю, конкретики. Но вот если говорить об идее в этой позиции, то примерно так. А черные, видимо, захотели получить что-то в санта здесь. Не знаю, может быть, надеялись на то, что белые как-то ответят. И после этого играть уже здесь. Но Антон не согласился на такое и надавил. Соответственно, черные должны отвечать, потому что отдавать камень неприятно. И белые вклиниваются, создавая черным слабую группу. И следующий ход. Тунуки. Очень неожиданно, как мне кажется. Потому что в целом черные здесь камни поставили какие-то. Здесь камни. Это прилипание в Д4 до сих пор стоит. То есть, может быть, это, конечно, все хорошо. Но выглядит довольно странно. И Тунуки вместо укрепления любой из этих позиций немножко удивляет. Но не факт, что это ошибка. Думаю, это в целом нормальный ход. Просто удивляет. Ну и Антон забирает первые железные очки в этой игре. Ну, может быть, не считая угол. Ходом Б12. Ну, заодно стабилизирует свою группу. И отнимает базу у черных. Скажем, такой ход за черных выжил бы слева. И, может быть, немножко оставлял бы надежду на атаку их группы в будущем. На атаку белой группы. Но Антон этого не позволяет. И подготавливают глазную форму черные. Очевидно, что на Атаре они готовятся идти на Ко. Ну, и Ко угрозы есть. И у черных, и у белых. У черных есть Е3. Сэнто. Заметьте, что не пробивают сразу, потому что... Ну, рассматривают возможность, что белые просто заберут пануки. И просто давать пануки не хотят. Все равно Е4 сэнто. Можно лишнюю Ко угрозу потратить, чтобы от пануки себя обезопасить. У белых Ко угроза сверху на группу черных. И С3. Ну, стандартная и Ко угроза в этой позиции, и просто ход в этой досеке. Обычно, конечно, такое играется без камня в С7. Можно, скажем, отсюда просто доигрывать. Варианты, которые я здесь знаю, выглядят так. Отвечать на этот ход нельзя со стороны Б3, потому что это просто даст Е2 в Сэнто. И у черных простая свободная позиция. Или, может быть, Кейма. Можно играть здесь. Можно играть здесь. Проведя Санто, потом можно добивать таким ходом. И там и там в дальнейшем черный давит наверх. Получая какую-то снегу. Здесь то же самое. Вот в партии в целом это и случилось, только уже есть камень. Ой, мимо. Есть камень в С7. И Антон играет С2. Потом, почему-то решил не играть Ко дальше. Мне кажется, в плане мог бы играть С18 как Ко угрозу. Но, естественно, черный отвечает здесь. Ну Ко играем дальше. Вряд ли будет такой ход за черных, потому что белые перехватывают инициативу, играя на верхней стороне. И взамен забирают два камня, получая здесь стенку. Двушка черных уже, ну, точно не считается какой-то силой. Просто слабые камни вплотную к белой стенке. И угол тоже еле-еле живой. Наверное, на Ко угрозу нужно было бы отвечать. Но, с другой стороны, на победу в Ко все равно белые не рассчитывают. Поэтому, возможно, логика Антона в том, что нет смысла играть Ко угрозой, пытаясь выиграть Ко, если Ко мы все равно не выиграем. И то, что удивило меня после этого, это вот этот обмен. Оба соперника здесь сыграли. Черные, белые ответили. И мне кажется, что оба эти хода, ну, являются небольшими ошибками, так как играть здесь, ну, это немного, это немного. За белых я бы на этот ход просто не отвечал. Играл бы здесь, атакую слева. Потому что, в целом-то, ничего не грозит. Да и за черных ход B16 тоже не особо нужен. Да, мы знаем, что за белых есть какая-то игра в этой позиции, связанная с таким ходом. Нельзя играть B16, уже показал почему. Но вот такие сент-обмены играет белый. И мне кажется, что не стоило играть здесь, защищаясь от этих обменов. Просто потому, что белые могут не отвечать. Но белые ответили. Как бы, окей. И теперь черные доигрывают слева и снизу. Очень интересная комбинация. Начинается с хода B3. Белые защищаются в углу. Если они сыграли бы B4, то... Окей, наверное, не сюда. Сразу Е2 в Санто. Ход Е2 в Санто давать не хочется. Поэтому ход от угла делает Антон. И черные играют сюда, угрожая спасти двушку. Наверное, следующий ход Антона небольшая ошибка. Ход B5. Я бы играл B4. B5 приводит к очень хорошей жертве, к отличному запиранию за черных. Ставят Атари, соединяются. И белые могут, конечно, съесть здесь в Санто. А потом начать борьбу в центре. Но если бы был сыгран такой ход, то... Ну, запирание по-прежнему есть. Но теперь, мне кажется, не работает совсем. Просто черные умирают. Прям немедленно. И им пришлось бы искать какие-то другие пути. И которые не так очевидны. Потому что... Понятное дело, если мы не можем соединиться, то белые как-то нас просто пилят. Это неприятно. Поэтому я бы предпочел B4. Черные будут испытывать трудности с выбором дальнейшего плана. Но в партии все получилось довольно просто. И, конечно, можно было бы за черных убегать группой. Ну, теоретически. Но на практике это очень плохая идея. Потому что группа будет слабой. Снизу тоже камни очень слабые. Логичное решение просто ее отдать. Что черные и делают. Просто жертвуют. Вы знаете, мое отношение к жертвам. Я жертвую и люблю. И эта жертва, мне кажется, ну, объективно хорошая. Не только по моему мнению. Потому что отдали мы не так много. В целом на всей левой стороне, мне кажется, за белых можно посчитать, ну, где-то 40-45 очков. И это не так много. А взамен стенка, уже развитая с помощью Шимари. Правда, нуждается еще в каком-то развитии. Ход J4 в частности. Либо К4. Наверное, J4 чуть лучше. Потому что, ну, есть неприятные ходы против стенки. Типа что-нибудь вот такого. Чтобы одновременно грозить. После этого и снизу соединиться. И в ключевую точку ударить. Что-то такое. То есть, защищаясь от этого, мне кажется, было бы неплохо играть J4 в этой позиции. Как раз таки по опыту, по знанию каких-то вот этих вариантов, я это говорю. Потому что... Нет, стоп, не здесь. Здесь, да? Где это? Так. А, да, здесь. То есть, в этих позициях, когда черные надавили достаточно, чаще всего доигрывают примерно вот таким ходом, защищаясь от слабостей. Или даже вот таким. Потому что понимают, что неприятная точка за белых, это ход А. И поэтому они играют сюда, чтобы отнимать дыхание в этой точке, чтобы белые точки не могли так сходить. Логика примерно такая. Беремся к партии. И поэтому какой-то такой ход я бы предпочитал. Следующий ход черных меня на самом деле очень удивил. И мне казалось, что Антон получает преимущество после этого хода. Это ход А17. Ну, он просто маленький. Это просто Йоса на 67-м ходу партии. И вся жертва уже не настолько классно выглядит, потому что Антон просто играет снизу. Вот такой ход. И позиция уже скорее приятная. Надо только нейтрализовать все влияние черных на сною доске. Потому что, вот правда, у белых есть 40 очков слева. У черных 10 в углу примерно. И влияние на всю остальную доску. То есть Шимари, Хоси, Стенка. Надо просто грамотно против этого сыграть. И будет нормально. Выясняется, зачем черные играли А17. Они хотели сыграть прилипание. Ну, которое является Йоса. И грозит спасти камень. Антон защищается. Логично. И теперь игра дальше на основной части доски. Достраиваю черную стенку, по сути, соединяя камни снизу с камнями сверху. Балансирую позицию. Ну, логичен ход. На левой стороне... На правой стороне черный успеет сыграть там первые. Мне кажется, что я бы играл здесь сразу же сам. Потому что... Ну, здесь не выглядит ход большим. Возможно, Антон защищается от какого-то вот такого давления. Ну, и есть, конечно, смысл от этого защититься. Но, с другой стороны, много очков черный тут не наберут. Есть какие-то возможности использовать камень К4. Поэтому мне думается, что Г3 ход медленный. Нужно было играть справа. А так, справа черный успевает получить камень. И уже теперь там выживает Антон. Дарья, когда строят черное Мойо в центре, очевидно, используется для этого какой-то ход надавливания на два камня. Либо здесь, ну, либо соседний. Был выбран такой ход. С идеей на соединение прилипнуть. Так, так, так. И сюда. Вот оно есть влияние за черных. Но, мне кажется, в данной позиции влияние не так хорошо работает. Обычно еще вот так за белых доигрывается. После чего в данной позиции вполне можно играть где-то здесь, не позволяя получить здесь очки. Вот это самая простая идея. L4. Мне кажется, достаточно работающая, чтобы ее применить. Антону почему-то это не понравилось. И он сыграл здесь. Вот, мне тоже кажется, сомнительное решение, потому что черные просто режут. То есть, очевидная идея хода по 9 просто разрушить центр, ничего там не дать. Антон помнит, что у него много очков. Уже снизу еще немного забрал. Надо просто не дать черным слишком много очков. И вот он потихоньку их уничтожает. Так, так, так. Рушит. Но черные уже получили какую-то прибыль, забрав камень. И группа белых все еще слабая. Если бы мы выжили, думаю, было бы проще. Потому что здесь много очков черный не получит. По крайней мере, настолько много. Вот. Ну, способ устроения формы в целом понятен, мне кажется. Здесь тоже прыжок. Группа вроде бы стабилизировала. Но нужно обязательно уменьшать в черном очки. Они играют здесь. Выживая группой слева. Ну, не выживая. Она как бы не умирает. Но стабилизируя. Если бы они сыграли, ну, скажем, сверху, где тоже выглядит довольно важная точка. Что быть вот такое против черной группы? Антон в плане может сыграть. И не то, чтобы это как-то работает, убивает ее или что-то такое. Но выглядит просто неприятно. Ну, я думаю, никто бы из нас не хотел умирать вот этой группой и даже оказываться близко к смерти этой группы. Поэтому как-то ее защищает. Логично. И Антон начинает уничтожение очков с хода Р6. Логично за черных рассматривать ход Р5 в ответ, который просто сдает миай на соединение сверху и снизу. Наверное, как-то вот так. Позиция бы доигралась. Но здесь есть плюс из-за Антона. В углу стоит слабость. Р3, С3. Что-то там, если не конкретно работающее, но примерно есть. А группа уже получила стабильность в центре. и эта стабильность, это хорошо. Поэтому черные выбирают путь, чтобы не дать соединиться. И позволяют выжать в углу взамен, забирая очки справа и ослабляя белые камни в центре. Снова выглядит довольно неудачно за белых, потому что ну просто по очкам мы ничего не получили практически. Ну то есть мы забрали угол, но отдали сторону. А группа в центре становится все более и более слабой. Поэтому ну вот есть сомнения насчет такого хода. проблема в том, что я не смог придумать хорошую альтернативу без использования компьютера. Я немножко смотрел партию с компьютером, чтобы не пропустить каких-то самых больших ошибок, про которые нельзя не сказать. Но в целом пытаюсь строить свое мнение, потому что ну с компьютером кто хочет и так посмотрит. Как бы мы здесь не ради этого собрались. Надеюсь. то, что я думал за белых может быть вот такой ход, потому что я видел что-то такое в этой форме именно против хоси с кеймой и агеймой. Если такой ход, то какое-то выживание или почти выживание в гу. Здесь по идее ко по логике. Так, так, так. А если так, то разрезание и белый просто на меня и работают либо слева, то есть снизу, либо справа что-то получат. Идея такая. Ну и может быть здесь где-то точно не знаю. Я понимаю, что это неприятно получается, но как сделать лучше я не вижу. Антон, конечно, группа в центре выживает, но слабость она есть слабость. В итоге соединяется, но взамен черные получили ход здесь и темп, чтобы сыграть где-то сверху. Был выбран мне кажется такой ход, какой из них. А, нет. Вот оно что, точно. А15 это еще одна ошибка в партии и это прям большая ошибка. Меня очень удивило. Это Йоса, очевидно, но ни в коем случае не санта. То есть Антон ответил, но не должен был. Как бы черные почти ничем не грозят максимум сыграть вот это в санта. Но как бы черная группа мертва. Если вдруг белые не смогут получить два глаза снаружи этой формы, то придется добивать. Но скорее всего они смогут получить два глаза и добивать не придется. А значит все, что угрожает черные просто съесть камень получить е14, но это мало, это мало. И поэтому а15 это гота и ход собственно маленький, позволяющий белым сыграть на верхней стороне, что остается последней важной зоны на доске. Мы больше не видим настолько важных зон. То есть здесь есть какая-то нейтральная зона, белые, черные, белые, черные, построить что-то сложно. А сверху влияние черных прям настораживает. И я бы обязательно за белых пытался его как-то уменьшить. Но Антон ответил, и вот просто две ошибки, но которые сокращаются. Да, зица возвращается к исходной. Хотя возможно даже как обмен это в пользу черных, потому что я думаю, что и в Йоса ход А15 не был бы 100% сента. Поэтому за белых это потеря. И черные спевают сыграть здесь. И в этот момент мне позиция кажется уже действительно за белых тяжелой. У них есть 40 очков слева и еще полупостроены 7 очков справа снизу. Вместе с коми это немного больше 50. А у черных вот эта вся правая верхняя часть доски это тоже уже очков 40. При этом есть 10 очков слева сверху, немножко слева, ой, справа снизу. Ну и в целом вот такой центр, который очками не является, но является потенциалом, который может принести очки. И вот это неприятно, против этого бороться сложно. Антон начинает сокращать, но черные даже спокойно отдают, забирая взамен очки сверху. Просто еще немного очков забрали. остается возможность следующими ходами сыграть аж 18. И очков станет еще больше. Но угол открыт, в угол Антон вторгается, но выживать сложно, потому что помимо вот этих камней камней есть камни снаружи, которые помогают. И мне кажется, черные во многих случаях готовы выпустить белых в центр, чтобы убить их там. Ну типа на такой ход попытаться просто сыграть здесь. Я просто хочу показать идею, что ну пусть выбегают, все равно двух глаз там не будет. Правильно? просто поймать снаружи. И пытается Антон использовать эти слабости, но очень сложно. Выбивает центр, но по очкам просто не хватает. И здесь последнее, что пытался сделать Антон, ну не последнее, конечно, но серьезный шанс это атака на группу черных, всю вот эту, но соперник грамотно ее защищает, просто выживает, избавляясь от слабости, потому что понимает, что ему хватает по очкам. И очки не сокращаются. Была еще попытка Антона здесь против них сыграть, против этих камней. Может быть угрожает резать центр, то есть ход здесь напрямую грозит, если будет какой-нибудь слишком медленный ответ, забрать здесь, сюда, цуке, и миаи, просто миаи группа отрезается. Но и здесь черные посчитали грамотно, сыграли здесь, что угрожает на такой ход поставить отаре и соединиться. ну и когда Антон играет здесь, ну как бы провести сента, чтобы может быть как-то использовать потом сюда, например. Какой здесь был план? Мне кажется, был план насчет такого хода. И если черные отвечают, то ловушка. Вроде бы отаре и соединение, но нет, мы можем сгарать здесь, отдать два камня и съесть трешку. Это просто плюс 15 очков на ровном месте и хорошо. Но как бы как я уже сказал, а нет, я еще не сказал, не работает, потому что можно ответить здесь. Правда выживает угол. Выживает угол. Вот мы и разобрались. В чем дело? Именно поэтому здесь Ко, но Ко приятное за белых, так как если они его выигрывают, давайте как-то создадим позицию, где они его выигрывают, где Ко угрозы. Нет Ко угроз. Например, здесь подходит. Если они от Ко выигрывают, то будет висеть еще 6 камней, хотя этого конечно не так много, но в этом идея. Мы уже на 20 ходов вперед ушли. В любом случае черные испугались всего этого и просто защитились, потому что по очкам преимущества, когда по очкам преимущества не нужно рисковать и что-то придумывать. И вот уже последний шанс Антона это начать борьбу снизу. Он собственно ее начинает пытаться отрезать. И вот это выглядит внешне очень сильно, потому что вот эта двушка и вот эта двушка просто отрезается все. Если это убить, понятное дело преимущество. у белых возникает. Не могу что-то подробнее сказать про эти варианты, потому что это борьба, они там сидели и считали долго-долго, что именно здесь играть, поэтому так быстро не могу оценить. Может быть здесь за черных был более простой вариант с ходом здесь и с единием двушки. Но как бы отдавать вот это много, поэтому я почти уверен, что в партии черный этот ренд посчитали, но оценили баланс, получили, что позиция близкая, и поэтому все-таки попробовали посчитать и сыграть этот ход. В партии он сработал, и здесь партия закончилась через где-то сколько? 20 ходов, даже меньше. Слабость есть, если бы Антон защитился как-то изнутри, скажем, здесь, то все равно черный режут так и забирают замен что-то в центре, то есть отдают не так много и получают замен, так что размен черных в целом устраивает, поэтому белым нужно рисковать, и вот Антон режет, запирает снаружи, но есть ход о4, и мы знаем про то, что два камня N2 и R2 соединяются с помощью косу миогейма, двойная кейма никогда не работает, она режется, это знайте пожалуйста, а, и в данном случае, кстати, P2 тоже, я говорил про кейма агейма, это вот в такой позиции единственный работающий соединяющий ход, ну, либо с другой стороны, это симметрично, здесь чуть проще работает даже P2, но в данном случае есть камень L1, который позволяет просто начать Q, и Q-угрозы у черных есть, поэтому Q-угрозы очень сложно, Q-10 практически единственная угроза, которая есть у белых, но по крайней мере там я больше угроз не нашел, ну, и в партии в этой позиции Антон признал свое поражение, потому что, ну, да, это был последний шанс, ход L4 и борьба здесь, но не сработал, Q проигрывается и по очкам не хватает, ну, прям много, ну, если подводить итог, почему была проиграна эта партия, ну, точно не когда черные пожертвовали, хотя жертвы, конечно, классные, но при работе против мою черных, то есть, мне кажется, что ход G3 был немножко медленный, потом прыжок здесь, что-то с комбинацией справа-снизу получилось не так, и просто уже получилась слишком сложная позиция, которая была вытащить тяжело и не получилось, вот, но в итоге партия заканчивается счетом 2-2 и подводя итог всех этих разборов, скажем, что Россия идет на втором, по сути, месте, после Польши, Польша показывает удивительно хорошие результаты, ну, не удивительно, окей, я не это имею ввиду, последний раз, когда не участвую в финале, было в 2018 году, и потом 3 финала подряд они пропускали, правильно, 19-й, ой, 2 финала пропускали, а в этом году есть шанс вернуться в топ-4, для этого им осталось набрать 1-2 очка в последних 2-х матчах, это был 7-й тур из 9-ти, ну, ну, и я был бы рад видеть Польшу обратно в финале, так что удачи им в следующих партиях, ну, а Россия располагается на той же строчке по количеству побед, но наши коэффициенты чуть-чуть хуже, у нас на одну победу по доскам в сумме у нас 19, а у Польши 20, у нас на одну меньше, и за счет этого мы идем ниже и уступаем также Украине по второму коэффициенту, то есть у нас по 19 побед на досках, но второй коэффициент это победа на первой доске, и у Украины их 6, у нас 5, то есть чуть уступаем, но остались 2 игры и обе мы играем с аутсайдерами группы, с Австрией и с и с кем еще, с Венгрией, ну, я уверен, что там мы берем 4 очка из 4 возможных и выходим в финал, и на этом заканчиваю, так что надеюсь было интересно, всем спасибо, до скорых встреч,